Я всех вас приветствую и желаю успешной работы нашей конференции. Глубоко символично, что проведение конференции джалиловских чтений проходит именно здесь, в Казанском федеральном университете. Это стало уже доброй традицией. 14 октября завершилась Всероссийская научно-практическая конференция «Джалиловские чтения-2022». Она была посвящена 110-летию со дня рождения поэта-воина Рахима Сатара и 40-летию музея-квартиры Мусы Джалиля. Мероприятие проходило на трех площадках – музей-квартиры Мусы Джалиля, в Музее истории татарской литературы и в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. Джалиловские чтения имеют уже свою историю. Такие конференции проходили, начиная с 60-х годов прошлого века. Начинали их именно преподаватели, ученые Казанского государственного университета. Конференция предполагала обсуждение круга вопросов по актуальным проблемам российской и региональной литературы и истории, изучение аспектов развития литературных музеев, а также сохранение культурного наследия. На мероприятие поднялось порядка шести тем. Участниками джалиловских чтений стали сотрудники научных центров, высших учебных заведений, государственных и муниципальных музеев, а также других учреждений Российской Федерации. Регламент для выступлений составлял 15 минут, в ходе которых участники должны были в полной мере раскрыть темы своих докладов. Мой доклад посвящен биографии и поэтическому наследию моего деда Рахима Сатар, поэта-героя, который также участвовал в антифашистском движении и был в легионе Идель-Урал и был одним из главных зачинщиков этого сопротивления. Был профессиональным военным, разведчиком и в то же время поэтом. И его тетрадь, так же как и мобитские тетради, мусы Джалиля, тетради со стихотворениями, дошли до наших дней. Напомним, что в ректорском садике главного здания Казанского федерального университета установлен бюст поэта-героя Мусы Джалиля. Также в фонде национальной библиотеки имени Николая Лобачевского хранятся произведения великого поэта, что позволяет студентам в свободном доступе прикоснуться к нашему историческому прошлому. Аделина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюс.